Собери ребенка в школу. Так назвали приставы акцию по взысканию задолженности по алиментам. Судебные приставы исполнители проверяли имущество, оставляли требования, явки на прием, выясняли местонахождение алименщиков, избегающих встреч с судебными приставами. Акция дала свои результаты. Нашлись должники, которые после таких разъяснительных бесед погасили свои задолженности в полном объеме. Есть и такие алименщики, которые забыли про своих детей. В таких случаях у приставов есть меры воздействия на должников, арест имущества. Так был наложен арест на микроволновую печь у жительницы Московского района. Изъяты телевизоры. В обоих случаях алименщики добровольно не собирались погашать свои долги. Один из должников, впрочем, мог добровольно помогать своим детям, но не собирался этого делать и накопил долг в 70 тысяч рублей. Мужчина игнорировал требования судебного пристава исполнителя погасить за должность. В связи с чем, сотрудник управления наложил арест на находившуюся во дворе дома машину алименщика. Если должник не погасит в ближайшее время свою сумму задолженности, транспортные средства передадут на реализацию. А вырученные за автомобиль денежные средства будут перечислены на расчетный счет матери на содержание детей. Видите, все, может, там еще больше денег? Нет, больше нет. Больше нет, да? Еще одна традиционная акция судебных приставов «Проверь долги, не отходя от кассы» прошла в крупном торговом центре. Посетители универмага могли убедиться в отсутствии неоплаченных штрафов, налогов, кредитных и других задолженностей. За два часа к мобильному пункту судебных приставов исполнители подошли более 400 человек. Кроме информации о задолженности и оплаты долга на месте, граждане также могли получить правовую консультацию. Управление судебных приставов в Чувашии напоминает, что любой гражданин может узнать об имеющихся задолженностях на официальном сайте в разделе «Банк данных исполнительных производств». Оплатить задолженность можно прямо на сайте через платежную систему «Киви» или распечатать квитанцию и оплатить привычным способом. Готовиться к предстоящему празднику и спасатели. В этот день на усиленный режим службы заступят не только полицейские, но и спасатели. До проведения линеек сотрудники МЧС проверят школы и прилегающие территории, проведут с работниками детсадов, школ, училищ, техникумов и вузов инструктаж по безопасности. А в день знаний выйдут на дежурство в места массового скопления людей.